Я всех приветствую в этот праздничный день. Сегодня, ну, я думаю, что все веселятся, празднуют и получают подарки, и, главное, отдыхают и слушают рождественские песни, которые порой даже чувствуешь, уже просто надоели. Заходишь в магазин, там звучит сборник вот этих вот песен Christmas Time и заезженные хиты, думаешь, все, больше невозможно. Неужели больше никто не пишет музыку про Рождество? И тут вот такая радостная новость. Наш латвийский исполнитель и композитор, и автор, и вообще очень симпатичный человек, его зовут Айнер Бумберис. Я его приветствую в нашей студии. Привет, Айнер. Здравствуйте. Так вот, Айнер сочинил песню, которая так и называется «It's Christmas». Да, это песня о Рождество, да. Я думаю, что сегодня будет очень уместно ее послушать, но прежде познакомиться с вами, потому что вы у нас в гостях еще на латвийском радио 4 не были. Да, это правда. Это мой самый первый раз на латвийском радио 4. Самый первый раз. Может быть, если я был здесь много лет назад, я так хорошо, как сейчас, на русском не говорил. Я вообще на русском так хорошо не говорил, потому что последние годы я работал на больших кораблях, как певец-танцер на больших шоу-программах. Но перед этим я, как обычный маленький парень из деревни, из Скрунди, родился там, 20 лет жил там, в Скрунди, учился в школе, музыкальной школе тоже в Скрунди. Вступал в всяких мероприятиях, концертах, шоу. И так 10 лет назад начинал жить в Риге, учился в латышском университете как политику. И сейчас я большинство времени занимаюсь не с политикой, но с музыкой. Но можно сказать, что вы тоже занимаетесь политикой, которая называется народной дипломатией, да? Правда, да. Раскрываете границы, удаляете всякие там стереотипы и проблемы своим творчеством. Да, и даю людям больше радости и улыбаться, и заниматься тем, что они, то, что у них и нравится. Быть счастливым. Айнар, ну, когда я впервые узнала вашу фамилию, все-таки Бумберис, это я хочу спросить, есть ли какие-то родственные связи с Норой Бумберис, легендарной эстрадной исполнительницей? Я 29 лет думал, что нет, но сейчас нам надо посмотреть, потому что моя двоюродная сестра, она как историк, и она вроде знает наше дерево Бумберисов. Но мне всегда сказали, что я не родственник Норой Бумберисов. То есть, что это два отдельных дерева, да? Да, но оказывается, что отец моего супруга, по линии отец, жил в Ялгове, так что Бумберисы, мне кажется, эти Норой Бумберисы тоже из Ялговы. Но все-таки югорчане, они должны быть одной семьей. Ну, если я об этом знаю, это будет очень скоро, потому что я еще не нашел... Идет расследование, конечно. Идет расследование сейчас, да, идет. Но я пою не хуже, чем как Нора пела. У меня есть очень высокий диапазон, и до сих пор еще увеличиваю ее. И мне очень нравится петь, это мне в сердце просто. Ну, мне кажется, что у Норы как раз более такой низкий был тембр, и такой... Я бы сказала, что вы еще к нему придете лет через 20. Может быть, да. Итак, вот эта фамилия, вот если вы узнаете в результате расследования, что вы родственники, это вас обяжет взять что-то из репертуара Норы Бумберы, вспомнить, спеть, исполнить? Как это отметить вообще? Да, и нет секрет, что в следующем году или через два года, когда я буду выпускать этот альбом, мы уже сделаем программу Норы Бумберы поет Айнарс Бумберс. Целая программа с песнями Норы Бумберы, да, как запомнить в нее. А значит, сейчас идет вот уже этот путь, который должен привести к сольному диску. А сольный диск с перепевками, скажем так, с трибютами, да? Или все-таки свои авторские песни тоже войдут туда? Вот как вы планируете, как вы чувствуете? Сейчас мы говорим о моем втором альбоме, который Макси сингл. Там компанист Артур Смангул из Уогри. Я только исполню его песни. И свой альбом с моими песнями тоже будет. Есть уже песни. Но они сейчас как бы не было приоритета. Потому что я думал, ну, моя мама так учила мне, что не надо там очень хвастаться своими... Талантами, да, умениями. Талантами, да, что я имею, что мне получается. Потому что, ну, мы не такие люди. Мы такие, ну, может быть, чуть-чуть стесняемся, да. Ну, как латыши все. Скромные. Скромные. Но пару год путешествовал я по миру и видел, что мне надо стесняться. Что у меня есть талант, что я могу себе показать. И без всяких таких понтов. Просто показать, какой я на самом деле. Такой настоящий, обычный парень, но который знает свою цену. Айнар, сейчас мы живем в 21 веке. Сейчас эти диски уже, говорят, никому не нужны. Никто это все не покупает. Это так себе лично на полочку поставить. Три каких-то близких друга возьмут автограф, и все. А там, может быть, где-то будет скачиваться. Ну, и то надо, там, ты получишь один евроцент, если скачают там 15 раз. В общем, все это ужасно невыгодно. И потом в один момент ты приходишь опять к идее, что а пойду-ка я опять на кораблик, поплыву я куда-нибудь, буду участвовать в шоу-программе, чтобы, ну, просто жить от музыки. Ну, надо же есть что-то и кормить семью. Ну, в Латвии музыка это очень дорогой бизнес, правда. Но тот альбом, который я сейчас делал, как макси-сингл, там есть такие, как бы, два диска. Один уже как компакт-диск, к которому мы привыкли, и в другой дигитальный диск, который ты тоже можешь подарить, но песни люди могут уже скачать сразу на своих телефонах через QR-код. Что-то вроде такой флешечки, да? Не как флешечки, через интернет, более обычные, потому что они получают такого из картона тонкого, как бы, диск, да, потому что, ну, такой тоже первый раз в Латвии. Никто из артистов такое не делал. И ему есть особый дизайн, к сожалению, забыл принести к вам сегодня. Ну, ладно, я прихожу еще раз к вам. Ну, мы в интернете найдем, кстати говоря. Да, и диск тоже в особом дизайне, когда поставят две диски вместе, он показывает как букву «Б», он такая, как полукруга. И, да, есть дигитальный диск, который как картон ты можешь подарить и поставить, ну, на секции, например, да. И есть обычный диск. И такие две варианты я сделал из-за того, что я чувствовал, что люди уже не хочут эти компакт-диски, да. Они тоже уже выходят из рынка. Конечно, ходят обратно всякие винилов, но музыку сейчас более люди слушают на всяких Spotify или, ну, какой-то интернетовых этих ресурсов, да. Ну, что сделать с музыкой? Нет, на корабль не буду идти обратно. Все, уже это прошлое. Я уже попутешествовал, весь мир попутешествовал. У меня магнитов на холодильнике. На холодильнике. Изнизу-то потолок, да. И сейчас хочется просто делать то, что нравится в сердце. И это просто быть счастливым и наслаждаться жизнью. Я не хочу стать знаменитостью какой-то. Я просто хочу делать то, что мне нравится. И люди это принимают. Они чувствуют эту тёплоту, эту искренность, которая выходит из меня, когда я пою. Получается, что так вот вам легко рассуждать и песни сочинять, и причём и на английском языке. То есть вы разговариваете и на русском очень хорошо, и по-английски вообще пишете песни. Может быть, ещё какие-то языки знаете и готовы? На испанский перейти, например? Я немного знаю испанский, немного итальянский. Свободно говорю на немецком. Ещё знаю французский. Ну и, конечно, латышский, английский, русский. Где-то шести языков уже. Как-то знаю, когда я путешествую по миру. Ты с такими людьми всё время в компании, что ты хочешь, не хочешь, учишься эти языки. Ну я думаю просто, что это ещё один ваш талант. Да. Я такой маленький полыглот, да. Ну и ещё вы такой, вы продумываете, я так понимаю, свою вот бизнес такую жизнь, шоу-бизнес-жизнь. Вот Рождество сегодня, праздники, а у вас песни готовы к Рождеству. И клип очень красивый в интернете можно посмотреть. Вот там потом будет ещё что-нибудь там 14 февраля, а вы уже раз что-нибудь, I love you, что-нибудь будет. Вот всё вы рассчитываете. Там уже есть план и будет презентация новой песни в латышском радио 14 февраля. Но этот маленький ещё секретик, что будет такая вещь, будет, да. Вы правильно попали в точку, да. Вот как-то я попала, да. На самом-то деле это очень важно, по крайней мере, для нас, для радиостанции, потому что, возвращаясь к теме такой уже заезженности и банальности этих хитов, когда ты уже просто устал от любимого Криса Ри, конечно, который всё время возвращается домой на Крисмас, и он всё и возвращается, и возвращается. Все годы моей жизни он всё возвращается, и возвращается. И ты думаешь, да, с одной стороны, это такая конъюнктура как бы, но с другой стороны, артист должен продумывать вот такие репертуарные штуки, такие вот вещи, которые всегда будут к месту. А мы на радио их будем играть к празднику. Это очень хорошо. Ну да, но хочется, чтобы местные сделали свои песни тоже на других языках. Да, конечно. Ну, Лаурис Рейнекс это делает, но он, это не тот стиль. Лучше сделать, как я чувствую себя, что сделать, не перепеть песню, которую ты сделал на латышском, но просто сделать её сразу на тот язык. И у неё будет другая энергетика и другой стиль. Ну, как вы сейчас чувствовали. Я просто сделал песню оригинальной, и я думал его английскому. И народ потягивался. Ну, тут я с вами соглашусь, Айнар, что переделывать песни, это очень сложно, и редко кому удаётся. Но вот пратовая трата может, но может быть тоже потому, что они привлекают поэтов, настоящих поэтов. И, например, русские тексты пишет Сергей Тимофеев, и это уже получается другой подход. Это не переделка. Это всё-таки поэзия. Она делает, как оригинальную эту песню делает. Правильно, да. Тогда получается. И получается несколько версий. Они разные. Иногда ты понимаешь, что ты не можешь выбрать, какая тебе больше нравится. И тут уже вкусовой момент. Но да, да, как правило, у песни наверняка должна быть такая одна своя жизнь. Да. Она будет лучшей. Да, как скользкие улицы, не будем перепеть на латышском. Это не будет больше скользкие улицы, правда? Ну, может быть, да. Может быть, да. Но мне тоже. Ещё будут русские песни и английские песни. Есть что-то сделано уже. Ну, вот как раз я хотела спросить об этих планах. Будет. Есть. Уже в планах есть. Просто сейчас мы хотели заканчивать наш второй, как бы целый альбом. Ну, третий альбом, который будет о цветах. На латышском радио 2 уже каждый год есть такие хиты, как Снегбук, Станитес, и Крокусы, и Лайбурь и Бурас, новые песни. Но на латышском радио 4, да, мне есть пару секретов, которых я на следующем году буду выпускать и подарить у людей, как песня, которая называется «Вместо тебя». Ну, это точно. Мы тогда встретимся, устроим премьеру песни. Это интересно очень, как у вас получится. Такой авторский альбом, где будет именно мои песни. Не будет, ну, как Артур Смангулос, где я только исполнитель, но где будет именно мои песни, да. Ну, вообще, мне кажется, что это такой серьезный шаг для музыканта, когда ты исполняешь, ну, у тебя есть авторы, ты ходишь себе, поешь, и потом в какой-то момент вот ты понимаешь, да, у меня есть свое, и у меня достаточно смелости это показать. Да. Это такой важный внутренний момент. Да, 10 лет я к этому ходил. 10 лет. Но все как-то меняется в жизни. Все, у всего есть свое время. Я знаю, что раньше я такое не мог. Только сейчас как-то. Потому что есть, может быть, какой-то опыт побольше. И поэтому сейчас... Мудрости набрался, да, в этих своих путешествиях. Я увидел, как что делают в других странах, как люди относятся друг к другу, всякие... Ну, да, всякие опыты из других ситуаций в жизни. Ну, Айнар, возвращаясь к песне «It's Christmas», которая сегодня прозвучит в нашем эфире и в честь Рождества, и вообще такая премьера будет на нашем радио. Там есть еще клип. Да. А как это все снималось? А как вы... А где вы там? Что это за природа такая прекрасная зимняя? Это... Это я снимал в Мурьяне. Ну, почти у Сигулди. Был снег. Это был какой-то четвертый декабре 2017 год. И был снег. Еще был. Один день был снег. Да, один день был. И снег падал. И я как-то чувствовал, нет, надо ходить сейчас, потому что песня есть, но клипа нету. А нужно что-то. Я думал, ну, что, я буду там гулять по лесу, меня будет снимать. Думал, нет, ну, просто давай сделаем обычный клип, обычная же песня. Мы будем просто снимать и сделать, ну, как дерево, там, снег падает, да, в лесу. И все было так красиво. Я там ездил через этого города, искал, где будет больше снега, остановился там в парковке и шел в лесу. И там шаг за шагом открывался такой красивый лес. Я просто думал, надо это снимать и показать, и просто делать обычный маленький клип. И мне получилось, я так думаю. Ну, я думаю, что изначально получилось, потому что один день был такой снежный в начале декабря, и вы его поймали, да. Ну, такого, да, ну, может быть, нет, о чем мы говорили, что нужна храбрость, просто идите делать. Не надо ждать, ой, ну, когда-то, когда-то делаю. Надо было сидеть в машине и поехать. Ну, как великие режиссеры, кинорежиссеры, они же ведь уже располагались там, когда Бондарчук снимал «Войну и мир», он уже расположился, ему нужны были батальные сцены, чтобы там облака ушли. И все уже, значит, в форме и с этими ружьями ждут, пока уйдут облака. И раз, они ушли, и все снимают. Ну, да, ну, вот так и меня тоже было. Так получилось у вас. Вы приехали, и все, все для вас получилось. И даже снег начинал идет. Это было так хорошо, так красиво. Но в клипе действительно абсолютно рождественское настроение. Ну, да. И мне, я такой, я чувствую, не знаю, как это другие артисты в Латвии делают, но мне хочется показать нашу красивую страну, нашу красивую землю, нашу страну Латвии. У нас есть такая красивая природа. И это только маленький кусочек, какой-то маленький лес, который я показал. Но у нас есть хорошие, красивые болота, красивые озера, красивое море. У нас есть все. Ну, я люблю эту страну. И даже песни про Рождество. И даже песни про Рождество, да. И будут еще другие песни про нашу страну. Айнар, а как вообще, поскольку сегодня Рождество, вы нам немножко сказали о том, откуда вы, а как принято в вашей семье праздновать Рождество? Это тихий праздник семейный? Или что-нибудь там, даже и на санках катаетесь? Что печете, что готовите? Как принято у вас? Мы обычно езжаем все за городом на наш дом, в Скрунде, у мамы. И мы все ходим в лесу искать елочку. И потом... С топором? Да. И принесем потом ее дома, накрашиваем. И да, мама делает, не помню, или 23 всякие блюда, или 12 всякие блюда. Что-то такое. 12 на Новый год. А, 12 на Новый год. На Рождество нам тоже. Мы так много кушаем, что ужас. Там есть карбонады, котлеты, картошка, серый горох. Да, серый горох. И, ну, рождественское чувство есть внутри. И подарки, конечно, друг другу подарим. Вся семья вместе, поем песни, отдыхаем. Так, ну, просто приятно проводим время со семьей вместе. Вот вы говорите, поем песни. Но вы-то, понятно, вы уже певец. А все остальные тоже хорошо поют у вас? Нет, я единственный такой певец. в семье. Моя семья, все сестры, браты, мама, отец, все спортсмены. Все спортсмены. В волейбол играют. Но вы тоже выглядите как спортсмен. Ну, да. Это я нашим слушателям. Я худой. Я могу заниматься спортом, но мне не нравится бегать. Например, баскетбол, это не мой. Может быть, волейбол, да. Это мне нравится. Но так как больше я занимаюсь музыкой, как-то спортом. Я в школе из спорта убегал. Терпеть не мог спорт. Вообще не мог терпеть. Потому что мне не нравился учитель, может быть. Может быть, да. У нас там в мое время в 12 лет в школе поменялось где-то 6 учителей спорта. Тоже целая команда. Да, почти целая команда. Но так, да, занимаюсь музыкой больше. Но, конечно, каждое утро занимаюсь спортом как бы для себя, чтобы держать себя в форме. Но так никакой игр не играю. Ни теннис, ни волейбол, баскетбол, так ничего такого не делаю. Ну что, я думаю, что мы подошли к моменту, когда должна прозвучать уже рождественская песня, рожденная в Латвии. И подтверждением тому является и видеоклип, который могут найти наши слушатели в Ютубе очень легко. Прежде чем начнутся первые аккорды этой песни «It's Christmas», мне хотелось бы, Айнер, чтобы вы что-то пожелали всем тем, кто сегодня в рождественский этот день слушали нашу беседу, узнали вашу историю, познакомились с вами впервые. Что я хочу пожелать, дорогие радиослушатели, будьте счастливыми и никогда не разрешайте себе ничего, что ваше сердце вам скажет, что вы хотите делать. Просто делайте это, и вам все двери открываются, если это будет искреннее сердце. И так проживёте каждый день в своей жизни. Я вам тоже желаю, чтобы следующий год принёс вам вот всё то, что вы запланировали, и ещё немножко приятных сюрпризов. Будет. Будет сюрприз и для вас, радиослушатели, и для меня будет сюрпризов. Я благодарю своего гостя Айнара Бумбериса, и мы слушаем премьеру песни сегодня в рождественский день «It's Christmas». Спасибо, и с наступающим. С наступающим. «It's Christmas», «It's Christmas», «Merry Christmas», «Yes, it's Merry, Merry Christmas». «It's time for hanging stockings», «It's time for writing slates», «It's time for jolly greetings», «Snow» «And holy of reading». «I love you», «Merry Christmas», «You are the best of holidays». «I love you», «Merry Christmas», «You are the best of holidays». «It's time for decorations», «It's time for family», «It's time for children, laughter, and Christmas tree, and changing ever after». «It's Christmas», «Merry Christmas», «Yes, it's Merry, Merry Christmas». «It's time for hanging stockings», «It's time for writing slates», «It's time for jolly greetings», «Snow» «And holy over-eating». «I love you», «Merry Christmas», «You are the best of holidays». «I love you», «Merry Christmas», «You are the best of holidays». «It's time for love and presents», «It's time for mistletoe», «It's time for shining light», «And Christmas», «To be merry and bright». «And Christmas», «And Christmas», «To be merry and bright». «You are the best of holidays», «I love you», «Merry Christmas», «You are the best of holidays». «It's time for love and presents», «It's time for mistletoe», «It's time for shining light», «And Christmas, to be merry and bright».